друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это бюджетный смартфон от компании и тул и тул vision 1 pro до телефончик этот не самый новый вышел в продажу он в прошлом году но все еще продается причем продается по довольно вкусной цене порядка 8000 рублей что по нынешним временам очень и очень классно чем же готов удивлять нас этот смартфон за такие небольшие деньги если в нем что-то хорошее несмотря на то что это ультра бюджетное устройство будем разбираться в этом обзоре ну а прежде чем и начнем хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину плееру за предоставление этого смартфона на обзор именно в интернет-магазине плееру по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику в общем проходите по ссылочке в описании и выбирайте но мы будем начинать да этот телефончик вышел в прошлом году и у меня на канале был обзор уже на новинку и тул vision 2 до по техническим характеристикам он вас ничем особо не удивит здесь у нас экран шесть с половиной дюймов это hd матрица ips 270 ppi но она довольно блеклая на солнце яркости не хватает и в общем и целом здесь ну действительно дешевая матрица установлена батарея здесь на 6000 миллиампер причем корпус телефончика у нас разборный но батарейку к сожалению самостоятельно не достать она там вмонтирована прикручена все слоты находятся также под крышкой по дизайну надо сказать что телефончик мне нравится несмотря на свою бюджетность пластик здесь не стыдный очень приятный шершавый на котором не видны не отпечатки и на котором особо царапины тоже видны не будут при этом телефончик довольно изящный восемь с половиной миллиметров он в толщину и весит он 200 грамм ну вернее даже чуть меньше в общем и целом неплохое устройство если бы не начинка здесь к сожалению у нас четырех ядерный юнисок sc9832 и это действительно очень очень скромный процессор про игры на этом телефоне даже какие-то скромные казуальные можно забыть потому что телефон умудряется иной раз даже в интерфейсе подлагивать и подтормаживать что уж говорить о серьезном гейминге или каких-то тяжелых программах здесь у нас 2 гига оперативки 32 гига встроенной памяти модуль вайфай к сожалению 1 диапазонный bluetooth старой версии 42 ну и nfc отсутствует при всем при этом здесь также у нас микро юсб они тайп си все это говорит нам о том что это действительно стопроцентное бюджетное устройство что касается цифр тестов в antutu телефон набирает ума помра вернее стыдные 43 тысячи баллов да друзья в двадцать втором году не ожидал я что увижу вот такую вот цифру 43 тысячи это действительно один из самых самых низких результатов из всех телефончиков которые у меня были за последние ну года три наверное точно очень очень скромные цифры в geekbench и телефончик тоже ничем не порадует 100 баллов на одно ядро и 372 на все четыре действительно очень скромный четырехъядерный процессор модуль вайфай как уже сказал здесь 1 диапазонный 2 и 4 гигагерц и скорости режет очень сильно 300 мегабит выдает мне провайдер но вот такие вот максимальные скорости я смог получить с этим телефоном действительно телефончику очень нелегко и даже загрузка обычных страничек через chrome дается телефончику с трудом внутренний накопитель здесь 32 гига и это скромная и медленная и ммц-шка менее 100 мегабайт мы получили на запись и порядка 202 на чтение в общем по скоростям это тоже один из самых медленных накопителей которые я у себя видел на тесте при всем при этом к связи у меня вообще никаких претензий нету отлично ловит телефон даже в местах с неуверенным приемом я довольно таки много по работе езжу и в командировках бываю и катаюсь по подмосковью на машине и зачастую бываю в таких уголках где связь но ловит очень и очень с трудом использовал две симки мегафон и роз телеком и связь в принципе на удивление телефон держал отлично даже где была вот буквально на грани одна палка я спокойно продолжал разговаривать по телефону меня слышали я слышал всех без перебоев так что за это однозначно лайк ну и по времени работы учитывая скромную начинку 4000 аккумулятора здесь вполне хватает на полтора два дня работы опять-таки понимая что здесь особо производительности нету как правило подобные устройства используются банально как звонилка ну и под различные мессенджеры и вот в таком режиме работы на два дня однозначно телефона хватать будет ну а если вы пытаетесь нагрузить телефон какими-то более тяжелыми приложениями или не дай бог пытаетесь здесь играть то придется заряжать телефончик раз в сутки ну или максимум раз в полтора дня ну вот по громкости динамика мне здесь все очень понравилось он находится на тыльной стороне при этом громкость его более чем достаточно и что самое интересное даже если мы положим телефончик на твердую поверхность громкость становится только больше за счет резонанса здесь имеется небольшие выпуклости которые не позволят перекрыть динамик так что по громкости здесь однозначно лайк и зачет киношку на том же youtube чеки какие-то видосики вы сможете посмотреть с превеликим удовольствием да что там в принципе даже вот так вот включить телефончик положить на стол и послушать музыку тоже можно ну а что касается фото и видео возможностей надо понимать что это ультра бюджетное устройство камера у нас на 8 мегапикселей и фронталочка на 5 здесь у нас не получаются какие-то сногсшибательные фотографии но тем не менее на улице в яркий и солнечный день можно заснять вполне себе годные фотки но вот когда мы в помещении дернули рукой вот получается такое месиво уберем эту фотку она здесь ни к чему вот это вот фоточка снята в помещении если не приближать вроде бы кажется неплохо но стоит приблизить видны шумы и смазы но на улице вы знаете иной раз получаются действительно отличные фотографии яркие насыщенные очень и очень с неплохой цветопередачей но вот пара видео этого сказать к сожалению нельзя очень дерганая резкая электронной стабилизации нету съемка ведется с плохим битрейтом и такое впечатление что телефону очень и очень сложно дается этот процесс так что для видеозаписи я однозначно не посоветую этот телефончик но давайте посмотрим на примеры фото и видео и вы все сами поймёте а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok На основную камеру съемка ведется в формате 720p 30 кадров в секунду Режим Full HD нам недоступен, как недоступно нам и 60 кадров В общем, здесь довольно все скромно Также здесь нет никакой стабилизации, так что картинка получается довольно тряская, когда я сейчас иду Ну и я не ощущаю 30 кадров, по крайней мере на экране смартфона картиночка какая-то дерганая и резкая Как будто здесь 15 кадров Так что данный смартфон, к сожалению, для видеозаписи не очень подходит Ну и на фронтальную камеру мы также записываем в формате 720p Картиночка получается также не самой лучшей, хотя задний план я смотрю очень неплохо проработан Я тоже довольно неплохо смотрюсь в кадре, но тем не менее это не уровень смартфона 2022 года К сожалению, подобные дешевые устройства не в состоянии пока еще записывать видео на должном уровне Хотя фотографии у них получаются уже вполне себе неплохие Вот такой вот Italvision 1 Pro и приставочка Pro здесь, как мне кажется, излишней Потому что ничего от Pro в этом телефончике у нас нету Единственное, что может порадовать, это действительно отличный звук и хорошее качество связи Все остальное здесь очень и очень среднее Но я прекрасно понимаю людей, которые будут вынуждены в нынешних условиях покупать подобные ультрабюджетные устройства Цены идут вверх и сложно сейчас купить что-то более-менее достойное за вменяемые деньги А если нужен смартфон и нужен он именно в качестве звонилки с большим экраном под мессенджер и ютубчик Почему бы и не присмотреться к подобным телефончикам? На 7 я свой обзор буду завершать, надеюсь вам понравилось Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Ну а я буду прощаться, с вами была Айс Всем пока!